Хоть карабинерами нас назовите, наша основная задача – защищать горожан. Начальник главка Сергей Солодовников продолжает свои встречи с общественностью. Ребята из молодежных студенческих организаций живо интересуются происходящим. Многие из них одновременно и учатся, и работают, но все равно готовы выкроить время и присоединиться к добровольным дружинам. Будут как-то поощряться ночные патрули, которые будут уже в свое ночное время, вместо того, чтобы поспать, будут патрулировать. Администрация города будет платить где-то рублей по 150, ну там 200 с счетом налога за час студентов, имеется в виду студентов в ДНТ, ходящему в ДНТ. Это тоже вопрос стимулирован. Что касается граждан, ведущих в трудовых коллективах, то там им будет заставляться отпуска к отпуску, вернее определенные дни к отпуску. В последний месяц добровольные дружины повсюду патрулируют улицы, выезжают с экипажами ГИБДД ловить пьяных и даже сносят незаконные киоски с сомнительным алкоголем. Не секрет, что дешевый алкоголь, часто под видом брендовых марок, он существенно влияет на здоровье населения. И примеров там масса, как у нас в стране, так и за рубежом. То есть эти истории с отравлениями ни для кого не секрет. По результатам нашей работы призываю студенчество активно включиться в формирование проекта «Народный контроль». Записаться в добровольную народную дружину или в «Народный контроль» можно во всех полицейских участках. Активистов обучат, застрахуют, оденут в светоотражающие жилеты и отправят охранять улицы. Мариана Мирная, Станислав Левин. События.